Привет, друзья! С вами еженедельные новости мира виртуальной реальности. Марк Луковский, один из ключевых сотрудников Мета, работавший над совершенно новой операционной системой для очков дополненной реальности Мета, объявил в LinkedIn о своём переходе из Facebook в Google. Судя по всему, он пришёл в Google разрабатывать операционную систему для нового AR-продукта от Google. В анонсе своей новой должности Марк написал Моя роль в Google – руководство командой операционной системы дополненной реальности, и он приложил к анонсу несколько новых вакансий в корпорации. Издание 9to5 Google отметило, что одна из вакансий была описана так Наша команда создаёт программные компоненты, которые управляют аппаратной частью наших продуктов дополненной реальности. Наши программные компоненты будут работать прямо на устройствах и будут работать на самом низком уровне ОС. Пока Google добавляет продукты к своему AR-портфолио, команда операционной системы станет первой командой, которая будет работать с этим новым оборудованием. В других предложениях по работе имеются упоминания инновационного AR-устройства, то есть ведётся разработка не простых AR-функций для смартфонов, а полноценных очков. Ещё одно описание гласит о том, что Google работает над тем, чтобы сделать иммерсивные вычисления доступными для миллиардов людей через мобильные устройства. Китайская компания AR-PARA начала сбор средств на VR-очки с разрешением 2.5K на глаз и пэнкейк оптикой. Компания ожидает, что очки будут работать в полном разрешении только в 70 Гц. В разрешении 1920 на 1920 частота кадров будет 90 Гц, а в 1920 на 1080 – 120 Гц. Автономные очки отслеживаются камерами, имеют свои контроллеры а-ля Quest и могут работать по Wi-Fi или по кабелю от компьютера, либо полноценно работать в автономном режиме. Ранним бэкерам доступны такие варианты. За 400 долларов – версия очков с тремя степенями свободы. За 529 долларов – Lighthouse версия очков, кабель, трекер и сами очки. За 600 долларов – All-in-One версия очков с контроллерами. За 1000 долларов – комплект из очков с кабелем и автономных очков, без Lighthouse трекера. Розничная цена после Kickstarter ожидается 1000 долларов за Lighthouse версию и 1100 долларов за автономную версию. Стартап Simula VR разрабатывает свой собственный Linux-дистрибутив Simula OS, приспособленный для работы в кибель-пространстве. Несмотря на то, что этот дистрибутив прекрасно работает с дисктопными VR-шлемами типа Vive Pro и Valve Index, для этого дистрибутива пока не было ни одного подходящего полностью портативного автономного устройства, и компания решила исправить эту ошибку. Уже несколько месяцев идёт активная разработка Simula One – VR-шлема с x86-чипом на борту и максимально свободным ПО. Шлем будет работать на Simula OS, будет иметь отслеживание рук от UltraLib, режим просмотра окружающего мира, а также ещё несколько вещей, которые будут раскрыты в ближайшие недели и месяцы. Компания показала прототип своего устройства, его дизайн был вдохновлён компьютерами Apple II и Atari 2600. Также к шлему будет прилагаться отделяемый вычислительный блок. Выход на Kickstarter планируется в январе 2022 года. Японский стартап DiverX наконец-то запустил компанию по сбору средств на производство своего VR-шлема для лежания в кровати с отслеживанием ног и тактильной отдачей для рук под названием Half Dive. Цены для бэкеров такие. Минимальный комплект без тактильной отдачи – 840 долларов. Базовая модель с обратной связью и вентиляторами – 1150 долларов. Компания обещает выпустить исходники дизайнов шлема, чтобы люди с доступом к 3D-принтерам смогли сами собрать оригинальные версии шлемов или сделать аддоны к устройству. Рефокальную версию шлема компания решила не производить. Массовое производство оптики оказалось слишком сложным. Исследователь Карл Гутак, изучающий оптические системы дополненной реальности, обратил пару недель назад свое внимание на компании, работающие с оптическими системами фазовых линз. Это особый вид оптических систем, работающие на поляризации света. Одна из немногих компаний, которая делала эти линзы, была Imagine Optics. Компания уже известная как потенциальный производитель линз для следующего VR-шлема Valve. И Valve инвестировали в компанию несколько миллионов долларов на строительство производственной линии. Пару недель назад у компании перестал работать сайт, а группа в Facebook перестала существовать. Очевидно, такое может случиться либо при закрытии, либо при выкупе компании. Карл Гутак пытался связаться с сотрудниками компании, но не получил ответа. В конце концов, он узнал от надежного источника, что компанию купила корпорация Мета. Корпорация Intel, производитель процессоров, видеочипов, программируемой логики и камер захвата реальности, выпустила официальное заявление по поводу Мета-Вселенной. Компания не сомневается в том, что Мета-Вселенная будет следующей эпохой вычислений и жизни, но уверена в том, что текущие вычислительные ресурсы недостаточны для виртуальных взаимодействий сотен, тысяч и миллионов людей. И тем более, недостаточны для взаимодействия даже двух реалистичных виртуальных людей. Но Intel верит, что когда-нибудь реалистичная Мета-Вселенная обязательно наступит, и что будущие разработки компании, чипы Intel Xe, видеокарты Alchemist, а также различные алгоритмы, позволят миру быстрее достигнуть этой цели. И алгоритмы, разрабатываемые компанией, станут куда более важны, чем железо. За следующие пять лет рост чистой производительности благодаря железу будет максимум десятикратный, а остальные два порядка придётся выжимать именно из программной части. Игровая студия People Can Fly купила ключевой пакет акций студии Inkuvo, которая известна своими VR-хоррорами. Студия занималась VR-портами Horror of Lairs of Fear и The Blair Witch, а сейчас трудится над переносом Green Hell. Также компания занимается новым проектом, финансирование которого обеспечило People Can Fly. Он выйдет в 2023 году. Вероятно, это тоже будет VR-игра, скорее всего, в жанре хоррора. Генеральный директор People Can Fly, Себастьян Бойцеховский, сообщил, что рад приобретению и расширению компании в новом перспективном направлении. В этом году компания уже приобрела студию захвата движений Game One Creative и Phosphor Studios. Последние будут помогать Inkuvo с её VR-играми. Согласно последнему отчёту издания The Information, Федеральная торговая комиссия США начала антимонопольную проверку против корпорации Мета. Согласно двум источникам, знакомым с ситуацией, проверка началась после анонса Мета о покупке разработчиков фитнес-платформы Supernatural, потому что сумма сделки немного отличалась от предыдущих покупок – всего лишь 400 миллионов долларов. Это уже шестая студия, купленная Фейсбуком. Ранее были куплены студии Sanzaru Games, Downpour Interactive, BitGames, Bigbox Entertainment и Radio Dawn. Прошло мероприятие Quest Day. Как и ожидалось, это было несерьёзное шоу с раздачей подарков для любителей бренда Oculus в США. Были розданы свитеры, носки, паилки для собак и плюшевые маскоты. А под конец компания расщедрилась и раздала 500 шлемов Quest 2 в версии на 256 гигабайт. Разработчики из Vertigo Games сообщили, что их новая игра – кооперативный сессионный шутер After The Fall – заработал 1,4 миллиона долларов за первые 24 часа с релиза. Предыдущей игре компании Arizona Sunshine потребовалось более месяца для достижения такого же результата. Показатели продаж After The Fall – это ещё один верный признак того, что индустрия VR-развлечений продолжает быстро расти. Темпы этого роста демонстрируют возможности для издателей и разработчиков игр в VR и являются ключевым фактором в приобретении Vertigo Games группой Koch Media в сентябре 2020 года, а также в собственных расширениях Vertigo Games в этом году, включая приобретение Force Field, ныне Vertigo Studios Amsterdam и Springboard VR. Для популярного мультиплеерного VR-шутера Pavlov VR вышел апдейт, добавляющий новый режим, новое оружие и новый транспорт. Режим Push знаком из Battlefield, одна команда нападает, пытаясь взорвать точки, в то время как вторая защищается. Из оружия добавилась охотничья винтовка, а из транспорта – джип Уиллис и немецкий танк Tiger для режима Второй мировой. Мододел Luke Ross, известный VR-модами для GTA V, Red Dead Redemption 2, Трилогии Mafia, опубликовал на своём патреоне мод для Horizon Zero Dawn. Чтобы играть с комфортом, вам потребуется мощный компьютер, а также деньги – 10 долларов в месяц за доступ к последним версиям модов. В январе Luke также планирует выпустить мод для Cyberpunk 2077. В то же время разработчики программы для использования плоских игр в VR-режимах Warpix анонсировали, что на следующей неделе Cyberpunk сможет работать в Warpix в режиме с полноценной глубиной картинки, разделением направлений обзора и ходьбы, а также оптимизацией камер для VR. Программа платная. Напоминаю, что к концу подходит голосование за игру года среди зрителей канала. Проголосовать можно по ссылке в описании. Выпуск создан при поддержке интернет-магазина виртуальной реальности Formula IQ, ссылка в описании. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте палец вверх, если понравилось, и палец вниз, если нет. А в комментариях пишите, что вы думаете об очках ARPARA. Увидимся в виртуальной реальности. Продолжение следует...